Друзья, ещё раз всем привет! После сегодняшнего ролика шиесос стало поступать очень много комментариев. Огромное вам спасибо за поддержку и за помощь в распространении видео. Я сижу прочитываю комменты, а у самого вообще нет никакого настроения после вчерашних новостей. И ещё нога перебинтованная стонет. Вчера хирург прооперировал. Сам тоже раненый, хотя рану получил не в боях с говночопами, а по бытовой случайности. Собственно, дело не в этом. Сижу, читаю комменты, настроения нет никакого. Попытался поотвечать на некоторые вопросы. Но чувствую, что и до утра не успею всем ответить. Работоспособность упала до нуля, сижу, торможу. А очень много вопросов поступает действительно важных, на которые нужно ответить как можно скорее. Поэтому решил записать ещё один ролик с ответом на вопросы. Собственно, это основные два вопроса. Куда отправить посылку и как приехать на подмогу в Шиес? Итак, отвечаю по посылкам. Если вы из Архангельской области, то посылки можно передать через бессрочки. Такие открыты во многих городах области. Архангельск, Северодвинск, Котлас, Коряж, Мавельск. На бессрочку вы или сами можете приехать, или отправить с попутчиками. Также бессрочки есть в Вологде и в Ярославле. Если вы издалека и до бессрочки вы не можете добраться, тогда можете написать мне в личку ВК. Я сообщу почтовый адрес, куда можно отправить посылку. Адрес моего ВК вы можете найти внизу под этим видео в описании ролика. Также там будут координаты наших основных антипомойных групп контакта. Жители Архангельской области, большинство давно следят за событиями в Шиесе и знают о существовании этих групп. Но у меня на канале очень много зрителей из других регионов нашей страны, и они не знают про эти группы. Адреса этих групп в ВК я тоже укажу внизу под видео в описании этого ролика. В этих группах вы всегда сможете уточнить информацию, как отправить посылку, как приехать в Шиес, как найти попутчика до Шиеса. И вообще следить за новостями. Теперь отвечаю про то, как приехать на подмогу в Шиес. Ребята, самое главное, это нужно знать пункт назначения. Запомните, вам нужно приехать на железнодорожную станцию Мадмасс. После отмены остановки поездов в Шиесе, туда мы теперь добираемся, через Мадмасс. Это соседняя железнодорожная станция с Шиесом. Если вы из центральной части России, то вам будет достаточно спланировать свой маршрут по железной дороге. Я не смогу рассказать, как приехать из всех городов России. Главное, еще раз повторю, вам нужно запомнить конечную станцию прибытия. Это железнодорожная станция Мадмасс. Сам маршрут поездки вы можете спланировать через интернет или у кассира в билетной кассе на вашем железнодорожном вокзале. На каких поездах ехать, сколько пересадок делать, сколько времени ждать пересадку, сколько будет стоить билеты – все это делается легко и просто через сайт РЖД или через кассира в билетной кассе вашего вокзала. Если вы из далекого далека, мне иногда пишут из Урала, из Сибири, из Дальнего Востока, спрашивают, как приехать, тогда, естественно, сначала нужно прилететь на самолете. Перелет вам тоже придется уточнить через интернет или ваш аэропорт. Я не знаю, как летают самолеты и какое у них сообщение между городами. Скорее всего, вам придется лететь до Сыктывкара, до Москвы или до Архангельска. Если у вашего города есть прямой рейс до Сыктывкара, тогда это будет самый лучший вариант, потому что от Сыктывкара до Мадмоса останется ехать на поезде примерно 3 или 4 часа. Если у вас нет рейса до Сыктывкара, тогда придется лететь или до Москвы, или до Архангельска, потом пересаживаться на поезд. Но в любом случае, сначала уточните и спланируйте ваш маршрут через интернет. Главное, вам нужно знать конечную станцию прибытия. Остальное дело техники и вашего желания. Еще раз повторяю, конечная станция прибытия – это железнодорожная станция Мадмос. По прибытии в Мадмосе вы выходите из поезда и смотрите по сторонам, увидите группу наших ребят, присоединяйтесь к группе и держитесь их. Наших ребят вы всегда сможете узнать по наличию больших рюкзаков и по наличию множества вещей. Вот как-то так.